Переписки Reddit отдай бесплатно, халявщики получат по заслугам. И это уже седьмая часть. Мы решили немного поэкспериментировать и взяли три длинных переписки. Переписка с воровкой, переписка с яжематерью и переписка с наглым другом. Привет, как дела у тебя? Привет, всё хорошо, спасибо, а что? А как тебе спиться? Нормально мне спиться, чего ты злой такой? Ну знаешь, у меня недавно пропали мои часы, Паул Пикот, за два косаря зелени. Ты офигел? Я тут каким боком? Тем более я девушка, зачем мне мужские часы? Хм, а вот камеры в моём доме говорят мне, что мои часики ушли вместе с твоей сумочкой. Видимо, всё же тебе нравится носить мужские часы. Или это для моего брательника, которого ты доишь по полной? А может ты решила их подарить своему пятилетнему сыну, которому они нафиг не впали? У тебя что, есть камеры в доме? А почему это ты мне не сказал о них? Ты офигел? Я же пару раз переодевалась у тебя в спальне, и теперь у тебя есть записи всего этого? Я вообще в суд могу подать. Ты вообще совесть потеряла. Ты приделала ножки моим часам, а теперь ещё и в суд собираешься подавать, когда тебя за жопу словили. Это мой дом, я могу делать здесь всё, что захочу. И как бы ты должна была догадаться, если у чувака есть деньги на часы за 2000 баксов, то естественно в его доме будут камеры. Это ты офигел? Я позвоню своему ледни, и он тебя за это уроет. Вот мне интересно, кого он ещё уроет? Родного брата, который с ним с самого детства, или одноразовую бабу, которая постоянно клянчит у него деньги? И как ты думаешь, что будет дальше с вашими отношениями, если я ему покажу видеозапись и эту переписку? Пожалуйста, Стив, не надо. Пойми, у меня маленький ребёнок, мне нужно как-то жить, его одевать и кормить. Самой, конечно же, хочется красивой жизни. Ты разве хочешь лишить счастья двух людей? Вот так просто? Это же эгоизм чистой воды. Ты прям роешь себе могилу. Ты хотя бы для приличия написала, что боишься потерять Ленни, что любишь его и так далее. А вместо этого ты пишешь, что хочешь жрать и красивую жизнь. Всё с тобой ясно. Ладно, я ничего ему не скажу, но при одном условии. Да, проси, что хочешь. Ну, это закономерно. Верни мои часы, и мы в расчёте. А я никак не могу их оставить у себя. Просто тебе сложно понять. У меня маленький ребёнок, его нужно кормить, а тут ещё и день рождения. Организаторы-паразиты запросили просто нереальную сумму. А эти часики могли бы покрыть часть расходов. Ты вообще берега попутала. Я тебе сказал, или ты возвращаешь часы, или твоим отношением с Ленни крышка. Ладно, завтра завезу. Через два дня. Ты офигел? Ты же обещал, что не скажешь Ленни ничего. Фот, ты меня обманул. Да ты не мужик вообще, ты даже не можешь слово своё сдержать. Ты реально думала, что я прокидаю родного брата и не открою ему глаза на такую шлюпку, как ты? Ты понимаешь, что ты оставил пятилетнего ребёнка без средств к существованию. Тебе как вообще спиться после этого? Отлично мне спиться. Ещё лучше, чем прежде. Так как мои часики теперь со мной. Здравствуйте. Это вы делаете ремонт бесплатно для малообеспеченных? Да, но у нас очередь на такие ремонты, так как мы делаем их после того, как накопится достаточная сумма. Вы же понимаете, нам тоже надо кушать, зарплаты платить и так далее. Я вас понимаю. Я могу подождать. Хорошо. Тогда мы можем приступить к вашему ремонту через полгода. Ну, это, конечно, очень долго. Ну ладно, я готова подождать. Сколько квадратов помещения? Где нужно сделать ремонт? 300 квадратов. В смысле? А в каком районе такие дома? А что-то не так? Ну, мы не делаем бесплатно ремонты на таких площадях. Такие люди совсем не подходят под категорию малообеспеченных. Тем более, ваш район не совсем для малообеспеченных. Я бы сказал даже больше. Это элитный район нашего города. Я понимаю вас, но у меня действительно нет денег. У меня четверо детишек. Очередной муж сбежал, а дом уже начал разваливаться. Да еще и с работы выгнали. Помогите мне, пожалуйста. Хорошо. Давайте поступим так. Мы не можем сделать вам все сразу, ведь тогда мы разоримся. Но мы можем делать это постепенно. Например, по одной комнате один раз в месяц. Вы можете скинуть фото вашего дома и картинки того, что примерно хотите получить. Ой, спасибо. Сейчас скину. Женщина, вы же понимаете, что ремонт у нас эконом-класса. Просто, во-первых, ваш дом в отличном состоянии. Возможно, нужны мелкие доделки, но не целый ремонт. Во-вторых, то, что вы скинули, никак не подпадает под категорию эконом-ремонта. Так бы и сказали, что не хотите делать ремонт мне. Могли бы не обнадеживать. Я так мечтала обновить и освежить свой дом. А теперь не могу сделать этого только потому, что у вас нет совести. Я даже не хочу дальше продолжать наш разговор. У вас дом в лучшем состоянии и большинство – наши бригады. Мы постоянно отказываем себе в излишествах только для того, чтобы помочь нуждающимся. И вы не попадаете под категорию нуждающийся. Я даже согласился сделать этот ремонт, но эконом-вариант. Но вам и это не нравится. Я просто в шоке с наглостью некоторых людей. А что вы мне тыкаете своей добротой? Если и помогаете, то делайте это для всех. Получается, что если у меня лучшее условие, чем у остальных, мне не нужен бесплатный ремонт? Понятно все с вами. Вы такие алчные. Да, я действительно считаю, что если у человека нормальный ремонт в доме, то ему не нужна бесплатная помощь строителей. Тем более, вы взрослая женщина, вы можете найти работу и сделать что-то самостоятельно. У меня очень много людей, которым действительно нужно помочь. Так как у них, например, течет крыша. Бесплатный ремонт нужен тогда, когда условия непригодны для жизни и изменить их невозможно. И это не ваша ситуация. Все понятно. Какой же вы жалкий. Я многодетная мать, а помощи от людей никакой. Хотя я исполнила свой гражданский долг и подарила обществу прекрасных людей. Вы же наверняка помогаете всяким обиженным судьбой. Инвалидам, старикам, черным. Какую они пользу приносят людям? Никакую. А я родила четырех детей, и я мать-героиня, а ты никто. Моя жена тоже родила четырех детей. При этом она работает, следит за детьми и домом, и не кичится этим, в отличие от некоторых. И не кричит, что она мать-героиня. И да, я не хочу больше продолжать этот разговор. Вас однозначно нельзя назвать нуждающейся. Поэтому я со спокойной совестью могу тебе отказать. Прощай. Фу на тебя, чтоб тебя черви съели. Ненавижу. И вам того же. Кстати, черви рано или поздно съедят всех. Привет, Марта. Привет, Джонни. Как дела? Да нормас. Слушай, мне тут птичка нашептала, что ты в фотошопе шаришь. Картинки там рисуешься, дела? Ну да, рисую. Но я пока только учусь, курсы прохожу. Времени ни на что не хватает. А что? Да вот Сэмили расписался. Сейчас медовый месяц, гуляем. Вау, поздравляю, вы молодцы. Я рада за вас. Спасибо, но я к тебе по делу. Можешь помочь молодой ячейке общества? Да я с радостью, все что в моих силах. Да вот наделали мы с Сэмили кучу фоток со свадьбы и медового месяца. Там где-то полторы-две тысячи снимков. А отдать на обработку не можем, так как платить нечем. Мы же кредит взяли на свадьбу, теперь надо платить за него. А тут мне товарищ наш общий говорит, что ты занимаешься фотошопом. Так я и подумал, что на халяву можно получить классные фоточки. Тем более тебе же фоткать не надо. Половину работы мы сделали. А значит вторая половина твоя. Ну чё, по рукам? Я даже не знаю, что отвечать в таких случаях. Ну как чё отвечать? Соглашаться, конечно. Тебе опыт, а нам классное фото. Джонни, я же даже не фотограф, я иллюстратор. Я не обрабатываю фото, тем более полторы штуки снимков. Я же учусь сейчас, делаю кучу заданий. Я просижу над твоими фотографиями минимум месяц. Это очень много для меня, понимаешь? Да и качество такой обработки будет не на высоте, потому что я в этом не шарю. Мне придется перелопатить кучу тематических сайтов по цветокоррекции, по композиции и так далее, чтобы только сделать что-то крутое. Быстрее и для вас, и для меня это заказать у кого-то. Но я же говорил, что у нас денег нет. Я после медового месяца буду работать на двух работах, чтобы выплатить кредит за свадьбу. А ты даже помочь не хочешь. Я же сказала, что если будет в моих силах, то я помогу. Но это не мой профиль, я рисую картинки, то есть создаю их с нуля. Это другое направление. Да и ты так говоришь, будто я виновата в том, что ты взял кредит на свадьбу. Почему вы не расписались по средствам, как нормальные люди? А мы и расписались, как нормальные люди. Если бы делали свадьбу по средствам, то отмечали её как бомжары без красивого платья, хорошего застолья, приличного места и не смогли бы пригласить всех родственников, которых у нас очень много. Хочется, чтобы как у людей, чтобы потом вспомнить это событие. А с тобой всё ясно. Мы дружим с плачей школы, а ты вот так со мной. Тем более, чем ты на курсах можешь заниматься, что у тебя времени типа не хватает. Это всё отговорки. Я никогда не поверю, что на курсах могут сильно загружать. Я понимаю, если бы это был колледж какой-то. Ты просто кидаешь друзей в самый ответственный момент. Вау, пацан, какой ответственный момент. Это всего лишь фото, которые будут храниться у тебя и через два года, когда ты выплатишь кредит и спокойно отдашь их профессионалу, а не мне за бесплатно. Ты с ума сошла? Какие два года? Мне кредит выплачивать пять лет, а фотку я хочу сейчас. Но у тебя же времени нет. Я бы лучшего от тебя мнения. Я думал, мы друзья и помогаем в трудные времена. Это ты с ума сошёл. Я даже не фотограф. Я не умею обрабатывать фото. Мне как с транспарантом заявиться к тебе в дом с этой надписью? Да если бы даже умело. Ты представляешь, сколько мне нужно потратить время, чтобы сделать то, о чём ты меня просишь. Вот прямо сейчас можешь посмотреть, сколько снимков у тебя. Две тысячи четыреста пятьдесят девять. Это две с половиной тысячи. Чувак, мне нужно минимум месяц не вылезать из компа, чтобы сделать что-то вменяемое, учитывая мои скиллы. И ты ещё говоришь о дружбе? Ты обо мне подумал? Как я буду этот месяц работать, учиться, отдыхать в конце концов? Иди ты лесом, пожалуйста. Разговор на этом закончен. Ты своим эгоизмом и жлобством разрушил многолетнюю дружбу. Ладно, ладно. Я тебе ещё припомню это. Вряд ли. Я обрываю все контакты с тобой. И да, чувак, кредит на свадьбу? Ты совсем улулошенька. Уж лучше расписаться, как бомжары, но потом не клянчить у друзей бесплатные услуги. Так, настраивай микрофон. Дотягиваешься? Дотягиваюсь. У кого-то не на носочках. Ты так дотягиваешься? Ну так нет. Надо на носочках. На чуть-чуть ниже. Вот так дотягиваешься? Так дотягиваюсь. Так что, ты пчёлок уважаешь? Да. То-то же. А я как пчёлка. Как пчёлка. Как пчёлка трогаешься. Не смейте. Это леди у... Ледя. Слышал? Это леди. Так, ты уселся там, усядешься. Давай. И не ходить. Не двигаться вообще. Я тут главный. Я главный. То-то. Ты сел? А я не слышала, как ты сел. Ну сядь. Ты ходишь. Это называется не сел. Лучше я вот это записываю. Я стою тут, записываю, а он ходит. А если у тебя есть переписки, не забудь их оставить внизу под видео. И возможно они попадут в видео. Понравилось видео? Тогда смотри другие трешовые переписки на этом канале.